Привет, чувак! Привет, чуйка! Как твои дела? Пиши в комментариях! Невозможно, мой личный секретарь поставит галочку вверх, и твой комментарий появится под этим видео. Сегодня хочу поговорить с тобой о таком сервисе, как Гативочка. Хотел бы сказать развод от компании Гативочки. Да, я имею претензии к этому сервису. В 2016 году я допустил ошибку и связался с этим сервисом. Два раза я брал, воспользовался их услугами. Выплатил, кстати, вовремя все. Все бумаги, документы. У меня даже остались эти бумажки, что я все заплатил и никаких долгов не было. Ну, понятно, были бы мне долги, они бы меня не преследовали. Потому что я вовремя выплатил. Я, так сказать, выгодный клиент, который, получается, тысячу взял и тысячу триста принес. Это же бред какой-то идет. Сейчас такой рынок, что сейчас все ищут, мало кто что производит, сейчас все продают. Сейчас конкуренция продажа. И, получается, сейчас пойти к ним, ну, к примеру, пойти взять кредит такой с 30% невыгодно никому. Это вот надо что-то закупить там, да? И что я буду? Всю выручку, например, что-то я куплю за тысячу гривенов, продам за тысячу пятьсот, тысяча триста или тысяча четыреста гривен. И что я буду? Триста гривен им нести, а себе кайман сто гривен или двести? Да вы что, до каких-то? Считать не умеете. Короче, не рекомендую сразу с этим сервисом, потому что 2016 год, это было где-то в мае, где-то я там заказывал услуги в 2016 году. И в течение 2016 года дальше они мне каждый месяц звонили и предлагали по нескольку раз, смски писали. И в 2017 год каждый месяц, почти не каждую неделю еще с этих телефонов дурацкие, интернет-телефоне, что они тебе звонят, а ты им звонишь, и... То есть это игра в одни ворота. Получается, только можно пойти и в какой-то из них, из ихних отделов, и устроить там скандал или жалобу как-то написать. Законы надо придумать. Преследование, преследование в Госдуму, естественно, закон о преследовании частных лист вот этими структурами. Структурами. Нахер я не нужны тебе. В 2018 год, 5 января. Никто мне пока еще не с Новым годом не поздравлял. Я им сказал, что ребята, мне писать не надо, звонить мне не надо, я услугами вашими пользоваться не собираюсь. Все. У меня есть другие способы заработки. Честные и надежные. Вот и все. Поэтому мне это неинтересно. Это я как-то допустил раз ошибку, и все. В лесу тут как дровно-то, в лесу там, это, и отмыться тяжело. Так что я извиняюсь, конечно. Вот. Так что не звоните мне. Это я обращаюсь к этим противочкам. Вот. А вообще так подумать, это ж народ какой глупый. Понятно, что он читать не умеет. Это ж получается, он берет еще ребенок, да? Триста, тысячу триста должен отдать. Конечно, после такого, ну, надо считать умеет. Надо написать у себя, вот как я сделал, там, неделя. И я пишу каждый день. Расходы. А, доход. Расход. Доход. Расход. Ну, то есть, или сейчас я пишу так. Доход. Инвестиция. Доход. Инвестиция. Потому что расходы, это же инвестиция в себя. Как бы, вот. Доход. Доходы, расходы. Доходы, расходы. И посчитали, так, за неделю раз, посчитал, посмотрел. Ага, какие у тебя эти, какие. Это все надо подумать, поразмыслить все. И поймешь все. Так что, ребята, не надо мне звонить, не надо мне писать. Вот. Другой скажет, а что ты номер не сменишь? Ну, меняй себе номер. Я не хочу менять номер. Потому что я право, тетя. Я прав в этом случае, а не они. Я же ничего не должен. Вот чертичка. Вот. И, так что, идите в баню. Вот, со своей активочкой. Теперь я делаю так. Звонят, я сразу трубку кидаю, и все. И смски не читаю. Вот. Так что, сразу удаляю, и все вижу, что-то там. Я вообще рекламу. А если звонят, номер не определен, я вообще никогда трубку не беру. А что с этим быдлом общаться, которое скрывается? Нахер оно нужно это? И так понятно, что там какой-то фейк, какая-нибудь гадость будет. Человек же нормальный не будет скрываться. Ну, поэтому ко мне можете и нерваться. Вот. Мышление я уже давно поменял, так что до свидания.